Тривая специальный эфир на радио НВМ, я назвал Алексей Тарасов, зараз нам и на звездку, Александр Азаров, заснованных инициативы белорусских силовиков против Лукашенко Байпол. Александр, здравствуйте, рад приветствовать вас в нашем эфире. Добрый день, взаимно. Я видел вашу мысль о том, что Александр Лукашенко окончательно принял решение о том, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины. Могли бы вы объяснить, на основании чего вы делаете такой вывод? Ну, на основании того, что сейчас происходит в Беларуси. Во-первых, начиная с его заявлений о создании совместной российской группировки, которая будет развернута на территории Беларуси. После чего приехало около 10 тысяч российских военных, которые тренируются на территории Беларуси на полигонах вместе с белорусскими военнослужащими. Далее, то, что сейчас идет массивная обработка военнослужащих самих. Значит, им доводится то, что Украина враг. Россия — это братья, которых нужно поддержать в этой войне. И украинцы хотят свергнуть Лукашенко. Значит, Лукашенко об этом постоянно говорит. Ну и, кроме того, ротация сейчас военной силы идет в эшелоны. Белорусскую технику вывозят определенного вида на Донбасс, привозят российскую в район Бреста, разгружают. Ну и, кроме того, по информации наших источников, все-таки Лукашенко принял решение вступить в войсковую операцию сухопутную. Именно он в войне уже участвует с начала войны, а именно в сухопутную он принял решение. Вопрос только, когда это будет. Вот сейчас идет проверка мобилизационных ресурсов по всей Беларуси. Рассылаются повестки граждане, являются военкоматы, делаются сверху их персональных данных, уточняются данные. Вопрос только во времени. Ну и плюс, я думаю, что Макей умер не случайно. Его отправляли в Евросоюз на встречу, которая должна была произойти в Польше, дня, по-моему, через три или четыре после его смерти. И он неожиданно умер. А Макей была фигура такая, что он умел договариваться, его знали везде. И он мог ехать как раз каким-то месседжем Лукашенко, навести опять мосты и договориться о чем-то передаче, передать что-то от Лукашенко в Евросоюз. Вот и он не доехал, умер. Ну и тут сразу приезжает министр обороны Шойгу в Беларусь и подписывает какие-то военные документы, которые не оглашаются вместе с Лукашенко после звонка Путина. Вот. Все это в совокупности, по нашему мнению, говорит о том, что Лукашенко решение принял, только вопрос, когда это начнется. Вот сейчас пока на территории Беларуси нет войсковых таких соединений, которые могут начать наступление. И пока не видно подготовки конкретно к наступлению. Да, вдоль границы украинской расположены воинские подразделения, но они занимаются разведкой. Вот идет ротация, одни приезжают военнослужащие, другие уезжают к месту дислокации. Вот. Ну, то есть в ближайшее время, ну и не знаю, как рассчитывать, в ближайший месяц, я думаю, что ничего не будет. Вот вопрос в том, за какое время Россия перебросит войска. Ну мы это увидим. Если Россия будет перебрасывать войска в Беларусь, вот это все увидят. Они скрытно это сделать не смогут, потому что в основном это железнодорожная техника перегоняется. Вот. Это все отслеживается. Значит, даже ночью все равно белорусские граждане фотографируют, передают информацию в Гаюн канал. Вот. И мы это увидим. Вот. И тогда будет уже видно, уже конкретно, когда возможно это наступление. Александр, то есть вы из тех, кто считает, ну, кто уверен в том, что смерть Владимира Макея, министра иностранных дел, это не случайность, это не то, что там у него инфаркт случился, да, что это все-таки знак Лукашенко и, наверное, скорее всего, за этим стоит Россия, за этим может стоять там ФСБ или кто угодно. Да, мы так думаем. Мы сами у себя в коллективе совещались и различные мнения высказывались и пришли к выводу, что это, скорее всего, смерть не случайно и рука Москвы здесь видна. Россия использует отравляющие вещества как новичок постоянно. Вот. И почему бы нет? Да, понимаем. Ну, вот знаете, что интересно? Мы часто говорим непосредственно о Лукашенко, да, как, ну, о главном человеке, который принимает решения в Беларуси. Вот сейчас мы услышали о Макее, что это был приближенный к нему, да, человек, который вел переговоры с Западом. Действительно, у нас есть, ну, не то что доказательства, об этом говорили сами европейские дипломаты, что осенью, да, он встречался и с представителями Соединенных Штатов Америки, и с представителями ЕС, ну, и вроде бы пытался договариваться о каких-то гарантиях для Лукашенко, для его семьи, для его бизнеса и так далее. А вот есть еще такой персонаж, мы о нем в Украине знаем очень мало. Это Виктор Хренин, министр обороны, и, ну, если мы говорим о возможной, о возможном участии Беларуси в сухопутной операции против Украины, то, ну, нам кажется, что Хренин фигура важная. Так ли это? Что нам нужно о нем знать? Ну, Хренин, значит, он, конечно, родился в Беларуси, но в семье российских военнослужащих, то есть его родители, это те же военнослужащие СССР, которые были отправлены служить на территорию Беларуси, вот он происходит из такой семьи. Он пророссийский человек, его, в принципе, как бы в Беларуси ничего не держит, он будет выполнять указания Путина. Вот поэтому, но насчет его способностей, как военачальника, информации нет, он не участвовал в никаких войнах, операций никаких не проводил, поэтому трудно сказать, на что он способен. Я просто еще смотрел ролик на канале, на YouTube-канале Байпол, и там вы анализируете, да, то, что происходит, последние события, как раз и по поводу этих учений, и среди прочего вы говорите о том, что, ну, вы цитируете генералов белорусских, которые говорят белорусским военным, что вы просто исполняете приказы, ну, в общем, вам за это ничего не будет, в общем, вы никакой ответственности за это не понесете. А знаем ли мы этих генералов, понимаем ли мы, что у этих генералов в головах? Так вот и есть, это Хренин, министр обороны, вот, председатель совбьеза белорусского, так, то же самое, ну, весь героналитет высший, в основном, большинство, как раз они уроженцы России, и, значит, происходит из семей российских военнослужащих. Вот они все смотрят на Россию, все смотрят на Путина, хотят иметь их зарплаты и служить в великой империи. Вот, поэтому они так и говорят солдатам. А военнослужащие, они не понимают, они не разбираются в законодательстве, они не знают, значит, у них нет юридического образования. И вот это неправда, когда они говорят, что выполняй любой приказ, и ничего тебе за это не будет. Они так, конечно, говорят. Но реально мы в своем ролике показываем, что исполнение преступного приказа, значит, согласно уголовного кодекса, наказывается. То есть человек, если исполняет преступный приказ, он отвечает за то преступление, которое он совершил. Вот, и это не освобождает его от ответственности. Ну, конечно же, военнослужащим это не разъясняется. Поэтому мы в ролике своем-то записали и разъяснили. Мы, кстати, и российское законодательство проанализировали в своем ролике, почему называется в России не война, а специальная военная операция. Потому что за агрессивную войну в Российском уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность, в том числе смертная казнь. То есть, если бы это была война, значит, российские военнослужащие и командный состав подлежат уголовной ответственности. Они придумали термин «специальная военная операция», и если кто-то говорит «война», его сразу привлекает самого к ответственности за дискредитацию российской армии. Тут все просто. Да-да, мы плюс помним, что все войны, которые развязывала Россия, они все назывались спецоперациями. Мы же помним, в Грузии это была спецоперация «Принуждение к миру», что-то такое, да. Ну, то есть, войнами это никогда не называли. Я еще вспомнил один факт о Викторе Хренине. Ну, об этом писали в «Вашингтон-Пост», когда они анализировали первые дни войны, ну, первые дни широкомасштабной войны после 24 февраля. И, среди прочего, они писали о том, что Виктор Хренин – это был конкретно тот человек, который звонил министру обороны Украины Алексею Резникову и говорил о том, что «сдавайтесь России». То есть, это звонил не Шойгу, да, вы понимаете, да, это не звонил какой-то российский функционер, а это делал именно Хренин. О чем вам это говорит? Я думаю, что он не по своей воле звонил, это было поручение как раз российской стороны, и он его выполнял. Вот это говорит о том, что он подчиняется, значит, российским офицерам и российскому командованию. И будет выполнять их приказ, а не приказ Лукашенко. Конечно же, в первую очередь, он приказ Лукашенко будет выполнять, но если он будет противоречить приказам Путина Шойгу, то он Лукашенко приказ не выполнит. Понимаю, о чем вы говорите. Еще в вашем ролике я услышал такую очень трезвую мысль о том, что Лукашенко, простите, Путину важно использовать белорусов, так как он использует сейчас так называемых ЛДНРовцев или там зэков, то есть они их просто набирают в колониях, скажем, или берут с вот этих оккупированных территорий, просто бросают, как пушечное мясо. К сожалению, уже, знаете, это само по себе словосочетание пушечное мясо стало таким расхожим, что мы вроде бы не обращаем внимания, но это, давайте честно говорить, да, и для нашей аудитории нужно объяснить. Эти люди смертники, то есть их просто убивают, их жизни ничего не значит. Понимают ли это белорусы, вот есть ли у вас возможность замерять настроение в Беларуси, настроение в белорусской армии? Вообще белорусская армия не верит, что они вступят в войну все-таки. То есть они надеются до конца, что Лукашенко их не отправит, не отдаст приказ. Вот они не верят, они не хотят быть пушечным мясом. И то, что любой здравомыслящий белорус понимает, если посмотреть историю Беларуси, как использовала Россия территорию Беларуси, как раз все белорусы использовались в качестве пушечного мяса. Если взять Вторую мировую войну даже, то погиб каждый, говорили сначала четвертый белорус, потом каждый третий белорус, сейчас говорят. А если сравнить с потерями россиян конкретно, то у них погибло гораздо меньше. К примеру, я сам изучал историю, мне очень это нравится. Я изучал свою белорусскую деревню, и у меня родственники там в России есть. Вот в белорусской деревне, где 50 дворов, погибло 37 мужчин во время войны. В российской деревне, где 120 дворов, погибло 3 мужчины за войну. И вот я и говорю россиянам, вот вы посмотрите, кого больше погибло, кто победил, вот как вы там рассказываете, что вы победили, да, значит, они как раз используют ресурсы других наций, а свои нации берегут. Вот, поэтому мы видим сейчас российская армия, они с Дальнего Востока, с Удмуртии, там с Чувашии, там еще откуда-то пригоняют солдат, отправляют их на убой, а вот титульную нацию, так вот, центр России берегут. Так вот они воюют. ДНР, ЛНР, Крым туда же на убой. Вот и если Беларусь вступает, то белорусы следующие. Ну вот, знаете, на что еще можно обратить внимание? Была информация, об этом сообщали в том числе и западные разведки, о том, что уже Лукашенко, уже Беларусь отдает России свои боеприпасы. То есть мы видим, как их, например, направляют на Восточный фронт. А что мы знаем о, ну, скажем, количестве боеприпасов Беларуси, количестве вооружений Беларуси? То есть я к чему это спрашиваю? Что мы понимаем, что сейчас они истощают то, что у них есть, но это очевидно. И, ну, о каких количествах мы можем говорить? Ну, учитывая, что все-таки мы рассматриваем возможность того, что Беларусь в том числе вступит в сухопутную операцию, да, в непосредственное противостояние с Украиной? Ну, на территории Беларуси размещены склады еще СССР, значит, где хранятся, я не знаю, десятки тысяч, там может быть сотни даже тысяч боеприпасов, скорее всего, даже, может, и миллионы. Значит, допустим, Бронная гора – это у нас самый такой крупный склад. И, как мне говорили те же военнослужащие, которые там служили ранее, они говорили, что боеприпасов только с одной Бронной горы хватит на 10 лет войны. То есть там такие запасы сумасшедшие боеприпасов, что то, что сейчас вывезли в Россию, ну, оно, в принципе, это только несколько процентов от наличия этих самых боеприпасов. Ну, вопрос, конечно, в их пригодности за столько лет. Навряд ли они, наверное, все пригодны. Как в России было, помните, они, значит, выстреливали свои боеприпасы и не все взрывались, да? Было даже, я где-то читал статью, что они используют старые советские боеприпасы, там из 10-2 снаряда только взрываются, по-моему, так где-то было. Ну, более того, мы видели, когда выпускали подобные боеприпасы, там, ракеты, выпускали из приграничных областей российских с Украины, да, и они, например, взрывались непосредственно над этими областями. То есть такое мы тоже видели. Хорошо. А вот есть еще один момент. Мы же помним, да, когда мы узнали о смерти Владимира Макея, министра иностранных дел Беларуси, это все совпало с публикацией такого отчета, где говорилось о том, что, скорее всего, Путин в том числе хотел бы устранить и Лукашенко. Есть разные мнения по этому поводу, да? Кто-то говорит, слушайте, да нет, Лукашенко и так все ему дает, Лукашенко все контролирует, Лукашенко, на Лукашенко держится вся вот эта вертикаль белорусской власти, и, ну, не нужно Путину его устранять. Кто-то другой говорит, да нет, ну зачем? Смотрите, вот Лукашенко все время что-то юлит, старается как-то избежать вот этого прямого столкновения Беларуси с Украиной, и, возможно, Лукашенко проще взять и сейчас, Путину, извините, проще сейчас взять и избавиться от Лукашенко. Как вы считаете, что выгоднее для Путина, Беларусь с Лукашенко или Беларусь без него? Я думаю, что Беларусь с Лукашенко. Что будет, если Лукашенко убрать насильственным путем со стороны Путина, еще непонятно. Как на это посмотрят белорусские те же военнослужащие, спецслужбы, которые преданы Лукашенке, хоть они и поддерживают Россию, но насильственный путь это совсем другое. Вот. Поэтому сейчас я думаю, что Лукашенко все выполняет, то, что ему говорит Путин. Единственное, что он может его отговаривать от совершения шагов, которые Лукашенке невыгодны, и он хитрит и объясняет Путину, что сейчас этот шаг делать нельзя, его нужно сделать позже или сделать по-другому. Он выкручивается. Вот. Но, в принципе, он Путину выгоден. Поэтому он у власти и стоит у нас почти 30 лет. А как вы считаете, есть ли выгоды в том, чтобы считать Беларусь оккупированной? Ну вот, скажем, да, есть несколько моментов, которые сейчас формально признают парламенты разных стран. Скажем там о том, что Россия страна-террорист, или там страна-спонсор терроризма. И вот в том числе ведется дискуссия по поводу того, стоит ли считать Беларусь оккупированной. И те, кто придерживаются того, что это правильное решение, они говорят, что ну тогда мы можем сказать, что Лукашенко, напоминаем, да, ну для нашей аудитории, что это самопровозглашенный президент Беларуси, то есть люди проголосовали, граждане Беларуси проголосовали за другого кандидата, мы говорим про Светлану Тихановскую. Так вот, тогда можно сказать, что Лукашенко – это коллаборационист, ну то, что мы называем гауляйтер. Видите ли вы плюсы от того, что, скажем, вот сейчас вот это решение об оккупированной Беларуси было бы принято, ну скажем, на уровне европарламента? Я являюсь представителем Объединенного Переходного Кабинета Беларуси и мнение нашего официального кабинета, что Беларусь является оккупированной территорией России. Значит, мы это основываем на том, что Лукашенко в августе 2020 года с помощью Российской Федерации захватил незаконную власть. Его не выбрали, он фальсифицировал выборы, Путин ему помог деньгами удержаться у власти и плюс предоставил российские войска, которые стояли в Смоленской области, Росгвардия, готовые войти в любой момент и поддержать Лукашенко. Таким образом, он остался у власти, захватил ее незаконно, он установил террор, который можно сравнить с террором Сталина, там, 30-х годов. И российские войска находятся около 10 тысяч. Он стал выполнять все приказы и стал соучастником войны вместе с Путиным. И фактически он является гауляльтером, представителем Путина, наместником Путина в Беларуси. Белорусское телевидение превратилось в российское телевидение, пропаганда белорусская стала российской пропагандой. Все белорусское запрещается, уничтожается. Если ты в Минске по-белорусски заговоришь, тебя сразу же арестуют и посадят в тюрьму. Белорусская символика запрещена, приравнена к фашистской. И поэтому мы считаем, что Беларусь оккупирована территорией. Лукашенко не может сам распоряжаться в этой стране, он только выполняет приказы Путина. Мы хотим, конечно, чтобы Беларусь была признана оккупированной территорией, Евросоюзом и другими странами. Это даст нам возможность поднять партизанское антивоенное движение, которое будет легитимно с точки зрения международного права. То есть действия повстанцев будут легитимны. Если любые сейчас действия, они могут признаваться терроризмом, экстремизмом. А если это повстанцы оккупированной территории, они действуют на оккупированной территории, то они совершают легитимное действие, они освобождают страну от оккупации, от оккупантов. А вот можем ли мы надеяться на то, что действительно на территории Беларуси есть эти повстанцы? Мы же помним, есть несколько волн репрессий лукашенковских, тысячи людей, которые находятся в тюрьмах с гигантскими сроками. Есть люди, которые были вынуждены покинуть страну. Есть люди, которые просто боятся. Как вы считаете, как можно оценить вот этот повстанческий, давайте так, или партизанский потенциал Беларуси? Сейчас повстанцев, ну таких вот, чтобы их можно было назвать повстанцами, нет, конечно же. Но люди есть, которые ими могут стать, которые думают так же, но они пока находятся в спячке, ходят на работу, домой живут, как все обычные граждане, ждут. Все зависит от ситуации в Беларуси. К примеру, когда началась война, в первый же день войны 30 тысяч белорусов записались в наш план Перамога. И мы получили около 5 тысяч сообщений за 3 дня от белорусов, которые требовали дать им задание, акции провести и так далее. Мы рассылали им уведомления, и вот началась эта рельсовая война. То есть как раз, если произойдет событие, Лукашенко ведет сухопутные войска в Украину, или начнет мобилизацию белорусов, то тогда вот это может привести опять к тому, что вот эти спящие партизаны опять проснутся и начнут действовать. Но мы желаем свободы Беларуси. Белорусы – это наши братья и сестры. И, разумеется, Украина не хочет воевать с Беларусью. Но мы тоже понимаем, что если мы будем вынуждены это сделать, ну, разумеется, мы будем защищать свою страну, мы будем защищать свою землю до последней крови. И, разумеется, мы все включимся в это. Александр, я благодарю вас за этот разговор. Хочу нагадать нашей аудитории с нами на связку, был Александр Азаров. Он является представителем перехитного кабинета Светланы Тихановской, основником инициативы белорусских силовиков против Лукашенко Байпол. Мы говорили, конечно, про Беларусь и, возможно, загрозу с боку Беларуси, которую сейчас очоляет самопроголошенный президент этой страны Александр Лукашенко. Подписывайся на канал Радио НВ Ось тут. Продолжение следует...